Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши переспонденты в студии Наталья Бенышева. Фальстарт. Досрочных выборов в парламент не будет, говорит президент. Но это не мешает депутатам к ним готовиться. Почему? Почему? Маски-шоу. Несмотря на запрет, силовые обыски у предпринимателей продолжаются. Что будет делать правительство? Зверь с востока. Как европейцы выживают в настоящих морозах? Новый глава Нацбанка, новый состав Центральной избирательной комиссии, закон об антикоррупционном суде. Два часа. Петр Порошенко обсуждал вызовы 2018, а именно так называлась пресс-конференция президента, с журналистами. Был там и Александр Васильченко. Он расскажет нам все подробности. В ближайшие дни президент Петр Порошенко ожидает от парламента важных решений, в том числе и кадровых. Речь идет о голосовании за главу Национального банка. Ускорить процесс уже попросили в МВФ. Впрочем, голосование должно пройти спокойно, так как кандидата, выдвинутого главой государства, готовы поддержать большинство фракций. Также Порошенко отметил, необходимо в сжатые сроки назначить новый состав Центральной избирательной комиссии, назначить уполномоченного по правам человека и главу счетной палаты. Рассчитывает президент и на принятие в первом чтении закона об антикоррупционном суде. Несмотря на то, что нардепы со скрипом принимали многие законы, в целом работой парламента глава государства доволен. Я полностью доволен темпами, которые были продемонстрированы в минулой сессии, что до співпрации президента, коалиции, парламенту и уряду. Великая количество реформ была принята. Я наголосил то, что я вижу, что сегодня страна, и я как президент, чекаю от парламента. Я верю, я наголошу, что никаких этих разговоров я не веду. Если парламент, вместо того, чтобы этим заниматься, будут заниматься выборами, они до этого произведут. О выборах президентских Порошенко пока не задумывается. А утверждает, еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок. Рейтинги комментировать не стал, но добавил. На выборы все же пойдет, как гражданин. Я точно 100% буду брать участь в президентских выборах, как выборец. Точно буду голосовать. И буду голосовать в Украине, в Киеве. Я наголошу, что после выборов я точно буду жить в Украине в будь-якой якости. И я абсолютно не бойдущий до Украины. В то же время президент выразил надежду, что на следующих президентских выборах смогут проголосовать и украинцы, проживающие на временно оккупированной территории. А для этого необходим мир на Донбассе. Порошенко заявил, единственный вариант деэскалации конфликта – введение миротворцев ООН и полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами. Мы будем дотримоваться Минских договоренностей и наполегливо добиваться размещения миротворчей миссии и организации объединенных наций на принятых для Украины умовах. Миротворцы важлива складова в восстановление суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей державы. Присутность миротворцев – это не просто разведение сторон. Это для нас неприятно. А миротворцы должны действовать на всей оккупированной территории. Заявил президент и о усилении огневой мощи украинской армии. Помощь все-таки будет, подчеркнул Порошенко. Уже через несколько недель состоится первая поставка оборонительного вооружения из Соединенных Штатов в Украину. Еще одним индикатором позитивного ставления евроатлантической спільноты до Украины стали надважливые решения с боку наших партнеров из Соединенных Штатов Америки, из Канады, многих других стран, которые надают нам возможность отримать современную, высокоэффективную оборонную оружие. А уже до конца недели нынешней должны освободить двух украинцев, которые содержатся в плену у боевиков, заявил глава государства. Александр Васильенко, Владимир Дедов, подробности, телеканал Интер. Ну а депутаты, похоже, в ожидании перевыборов. О своей готовности побороться за голоса избирателей нардепы заявляют открыто, правда, с условиями. Какими, расскажут мои коллеги. Среда традиционно полупустой зал, хотя регистрация показала виртуальное наличие нардепов. Согласно регистрации, в зале 345 депутатов. А в зале сейчас чуть больше полторы сотни народных депутатов, увы. Так что, помимо вопросов различных ратификаций, нардепы обсуждают законопроект, за который в ближайшее время нужно будет голосовать. Один из главных о нацбезопасности. Его внес президент как неотложный. Утром документ зарегистрировали. Он должен приблизить Украину к стандартам НАТО и реформировать весь сектор госбезопасности. Цей законопроект закладает новую архитектуру управления сектором безопасности и обороны. И благодаря нормам, которые будут приняты этим законом, Украина, по сути, приблизится в секторе безопасности и обороны до стандартов НАТО. Есть посадка цивильного министра. Вважается, что Министерство обороны должен обеспечить эффективную деятельность ЗСУ. Вертикаль командования военно-управленческих решений полностью делогована и завязана на президента. Министер обороны, как политическая фигура, исключительно обеспечивает деятельность. Именно поэтому он должен быть цивильной особой. Он должен быть не из армии, потому что вертикаль военно-управленных званий не вплывала на его деятельность. Поэтому давайте ждем финального текста. Мы не видели этого документа. Но если этот документ приближит нас к примирению на Сходе, то, соответственно, он получит поддержку в парламенте. Если это будет очередная политическая декларация, на шагу так называемого закону про реинтеграцию, который, на самом деле, негативный сигнал дал людям, которые находятся на неконтролированиях территориях, то мы будем против этого документа. Обсуждают депутаты и закон об антикоррупционном суде. Но пока профильный комитет его одобрит, нардепы перешли к предвыборной теме. И в каждой фракции по очереди стали заявлять о своей готовности к досрочному переизбранию парламента и о своих требованиях. Активизировались разговоры о досрочные парламентские выборы. Распуск парламента, задеющей выборчей системы, не вырежет проблемой ни борьбы с коррупцией, ни все другие наглядные проблемы страны. Мы готовы идти на досрочные выборы участвовать в любых выборах, в очередных, внеочередных. Хотим, чтобы были одновременно внеочередные, и президентские, и парламентские. Все фракции настаивают на открытых списках. Рада на полпути к этому. В прошлом году кодекс приняли в первом чтении, а вот подготовка ко второму чтению застряла в комитетах. И неизвестно, когда документ появится в зале. Если закон о выборах изменится и принимается закон о открытых списках на пропорционной основе, тогда выборы можно проводить. Мы должны сначала принимать закон о открытых выборах, принимать закон о антикоррупционном суде, а тогда, конечно, на переборах, потому что это будет абсолютно другая система. Это как второе читание 4400 правок. Их нужно физически работать. Комитет над этим работает. Когда этот кодекс был проголосованный в первом чтении, вы же знаете, что он случайно был проголосованный, вы это помните, так? И то люди, представители коалиции, очень высокоповажные. В кулуарах между собой говорили, ничего, ничего, мы во втором чтении и завалим. Это вам цитата. Так что это намеры стосовно этого закону. На жаль, конфигурация парламенту не позволяет нам ухвалить это решение эффективно. Можливо, что это будет на уровне 226 голосов. У нас очень много есть мажоритарников, у нас очень много есть политических сил, которые это не поддерживают. И очевидно, что те мажоритарники, которые прикипели, в определенном случае, до своих округов, они не будут поддерживать эту идею. Так что требования большинства фракций рискуют столкнуться с реальной нехваткой голосов. Но пока закон об избирательной системе даже не на подходе к залу. Скорее, здесь появится законопроект об антикоррупционном суде. Комитет одобрил президентскую версию документа и рекомендовал проголосовать его за основу. Кроме того, на завтра анонсированы кадровые вопросы назначения авбудсмена и главы Нацбанка после отчета Гондаревой. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Поддержать кандидатуру Якова Смолия на должности главы Нацбанка уже попросил депутатов Совет НБУ. Этот орган одобрил его возможное назначение и обратился к Радис с просьбой сделать то же самое. Напомню, сейчас Смолий руководит НБУ в качестве исполняющего обязанности. Обманщик месяца. Нардеп Вадим Рабинович возглавил январский рейтинг манипуляторов, который регулярно составляет проект VoxCheck по результатам проверки высказываний политиков. Согласно данным мониторинга, из 35 цитат народного депутата правдивая оказалась лишь одна. А уровень манипуляций в его публичных высказываниях составил 63%. Это рекорд среди всех украинских политиков. После публикации результатов лидер социалистов Каплин предложил принять законопроект об этическом кодексе в политике и за ответственность за обман избирателей. Я обратился к Национальному антикорупционному бюро и они начали проведение с приводом на страшнейшую брехню. А именно про статки цего политика, про его корупционную деятельность. Нагадаю, что он использовал почти полтора миллиона гривен, чтобы просто так себе взлетать в одну из европейских столиц. А как выяснилось, он летал к Израилу потом для того, чтобы договориться там и сохранить свое подвольное громадянство. Израилуистичная партия Украины внесет в ближайшее время законопроект про борьбу с популизмом и будет карать те партии, которые в парламенте штрафами с тех денег, которые государственный бюджет выделяет для их деятельности. График евроинтеграции. В Верховной Раде разработали план по внедрению соглашения об ассоциации с ЕС. Речь идет почти о 60 абсолютно различных законопроектах, касающихся безопасности, энергонезависимости, интеллектуальной собственности и защиты окружающей среды. Все они должны улучшить приток инвестиций, принять эти законопроекты в парламенте обещают на протяжении ближайших двух лет, а сегодня свои рекомендации дали европейцы и Кабмин. Необходимо максимальное усилие для того, чтобы заработало соглашение об ассоциации. Ведь оно также предусматривает создание всеобъемлющей зоны свободной торговли. Если мы это сделаем, то действительно изменим ситуацию в стране благодаря интеграции украинской экономики в совместный рынок Евросоюза. Мы налажены на максимально быстренькую интеграцию. Порядок, где он не амбитный, но глубоко переконан в том, что профессиональный склад комитетов и парламентов даст возможность быстренько рухаться для достижения этих целей. И еще один новый комитет, комитет по защите бизнеса от незаконных действий силовиков, проанонсировал премьер Гройсман. Как эта структура поможет предпринимателям, которые жалуются на постоянное давление со стороны правоохранителей, расскажет Богдан Вербицкий. Давление на бизнес со стороны силовиков главная тема заседания правительства. В Кабмине признают, принятый осенью закон о запрете силовых обысков на предприятиях работает не в полную силу. В правительстве настаивают, нужно довести дело до конца. Кто-то заважает нам рухаться вперед. И поэтому будет комиссия, которую я лично осуществляю, которую ведут за сгодом коллеги-министры. Там, где это будет необходимо, но доминировать в этой комиссии будет бизнес-ассоциации края. И вот те нахабные влеты на предприятия, которые торгуют, умовно говоря, канцелярскими товарами, а им влаштовывают маски шоу-стоп. Препятствует развитию малого и среднего бизнеса и коррупция. Но эта проблема глобальная для Украины. Помочь с его решением должен закон об антикоррупционном суде. Бороться с коррупцией призывают на всех уровнях. Для этого сотрудничают с общественными организациями. Те признаются, коррупция есть везде. К примеру, в медицине. Сейчас в сети можно найти сотни предложений об оформлении липовых больничных. Великая колькость таких лекарняных это фальсификация, которые выдаются неиснующим лекарям, неиснующих лекарня. Поэтому электронный реестр лекарняных как минимум усунует фальсификацию точно. Говорили о тарифах. Снизить их пока не удастся. Сначала необходимо увеличить долю газа собственной добычи. А пока нужно учиться экономить. Для этого в правительстве запустили программу теплых кредитов. И тут питание энергоэффективности и вообще эффективности выходит на передний план. Правильные заходы по энергосбережению могут сделать рахунок каждой украинской родины в два-три разы меньше, чем он есть сегодня. Следят в правительстве и за тем, как местные власти борются с последствиями непогоды. Чиновникам в регионах премьер напомнил об ответственности. Богдан Вербицкий, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. В парламенте требуют, чтобы Кабмин разобрался с импортом в Украину российских удобрений. Сегодня на заседании правительства 10 народных депутатов обратились к премьер-министру, заявив, что несмотря на введенные еще в прошлом году пошлины, Россия продолжает поставлять на наш рынок карбамид и аммиачную селитру. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Импорт российских удобрений в Украину запретили еще прошлой весной, ввели антидемпинговые пошлины. Однако, несмотря на это, поезда, обгруженная карбамидом и аммиачной селитрой, продолжают тысячами въезжать в Украину. В то время, как украинские производители остаются без работы. Немедленно вмешаться в эту ситуацию от премьера потребовали народные депутаты. 50 тысяч украинцев сегодня семей остаются без работы. Это уничтожение целой галузи. За прошлый год 380 тысяч тонн этой продукции было завезено на рынки нашей страны. Поэтому, мы возвращаемся от группы депутатов, десятых депутатов, вважать реально заходы и реагировать. Министерство экономики и Кабмин мает негайно отреагировать и вести эти антидемпинговые заходы в отношении российских компаний и заборонить и поднять мит на их продукцию. Таким образом, мы сохраним рабочие места, защищаем его на собственного производителя и не позволим вывозить деньги, а это миллиардов, это 2 миллиарда вбитков за прошлый год до оккупанта, до российского агрессора. По данным нардепов, чтобы обойти пошлины, российские поставщики меняют состав удобрений, мешая их с добавками или не используют маркировку, сделанную в РФ. Ключевые российские производители, в первую очередь Еврохим, Уралхим, Ильичи, начали обходить эту программу через игры с кодами на введении на митную в интервью Украине товары. Таким образом, через Беларусь, в основном через Беларусь, не только проводить основные межки. Именно российский Еврохим, основной поставщик карбамиды и аммиачной селитры в нашу страну. Нам компания отправляет мешки с удобрениями, а российскому Минобороны поставляют селитры для производства оружейного пороха. СБУ провело расследование, и уже за результатами расследования есть висновок про то, что они причастны для финансирования терроризма на территории Ордло. Селитры, мы говорим сейчас, это компонент для выготовления пороха и вибухивки. То есть, Украина убивает собственного выработника и стимулирует выработника селитры с края агрессора. А потом выбухивка с этой селитры убивает наших парнях, наших вояков на сходе нашей Украины. Еще в январе ужесточить пошлины на российские удобрения должны были в Минэкономразвитии, однако решение решили отложить. После этого активисты национальной дружины вместе с ветеранами АТО провели акцию у крупного железнодорожного узла в Канатопе, через который ежедневно в Украину въезжают десятки вагонов с российскими удобрениями. И потребовали от властей немедленно прекратить торговлю со спонсорами боевиков. Уже сегодня профильный вице-премьер пообещал вопрос решать на этой неделе. В пятницу на 12-е годы в 30 минут спільная нарада будет проведена и будет принята четкая программа. Есть обход через страны бывшего Российского Союза, но мы за рахунок кодов и профессиональной оцене в спольной работе с депутатами мы выправим максимально до прозорого способа. Я за то, чтобы поддерживать 100% национального производителя. Я за максимально жесткие обмежения России. Вот три базовых позиции. Будь ласка, працюйте, працюйте с первым вице-премьером, працюйте с депутатами парламента, комитетами, працюйте, дайте мне ответ на эти три вопросы. Если решения не примут, депутаты обещают новые акции. Были попередживания акций, и, в частности, воинов АТО, и будет блокировать и залезницы, и, соответственно, все делать для того, чтобы Россия не возила. Такие акции будут продолжаться, и будет блокирование везо, в частности, российских мендовров на территории Украины. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Нападение на полицейского это тяжкое преступление во всем мире. Так на вчерашнее столкновение возле Верховной Рады отреагировал президент. Сегодня он побывал в больнице, куда попали пострадавшие нацгвардейцы и полицейские. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Перелом ключицы, черепно-мозговые травмы. Большинство из тех полицейских, которые вчера были возле Верховной Рады, оказались на больничной койке. Вчера переломанный низ, чисельные гематомы, закрытые черепно-мозговые травмы. Лекаря наразе оценит их стан как задовольный. Вчера мирные протесты возле парламента закончились столкновением. К митингующим на площади присоединилась группа радикально настроенных людей. Попытались поджечь шины. Полицейские потушили огонь. После этого в них полетели камни и коктейли Молотова. Девять человек задержали на трое суток и они находятся сейчас в одном из столичных райотделов полиции. Будут ли им предъявлены обвинения в хулиганстве и нападении на правоохранителей, решит прокуратура. Открыто уже два криминальные проведения. Одна за частью 2 статей 345 Криминального кодекса и другая за частью 4 статей 296 Криминального кодекса. Это хулиганство. Я думаю, что ближче время будет установлена ступень правильного каждого из них. Принадлежат ли эти люди какой-то конкретной общественной организации или политической силе в нацполиции не уточняют. Для национальной полиции неважливо ли эти люди приехали из Витки из Захидной Украины, С Схидной Украины, Донецка, Тернополя. Эти люди вчера порушили грубо громадский порядок и наражающие тем самым на небезпеку не лише присутных под будинком парламента. Дело о нападении на полицейских на контроле у руководителей силовых структур. Премьер Владимир Гройсман назвал нападавших на копов провокаторами и поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отреагировать на это. Это чьи сыны, чьи родственники, это ребята, которые идут служить и защищать, а не тиснуть на бизнес. И мы, как общество, должны защитить их. Я считаю, что, Арсен Борисович, мы должны начать серьезный наступ о недопустимости нападений на правоохранителей заявил сегодня президент. Он посетил пострадавших силовиков в госпитале. Порошенко поблагодарил полицейских за достойное исполнение обязанностей. Ирина Баглай, Сергей Еременко, подробности, телеканал Интер. И снова перенесли защиту экс-президента Виктора Януковича не явилась в Абалонский райсуд столицы, где слушают дело о госизмене беглого президента. Его адвокаты отправились в гости к подзащитному в Россию. Поэтому допросы троих свидетелей перенесли минимум на неделю. В ГПУ уверены, что это очередное затягивание процесса. Если защита не появится на следующее заседание, то прокурор будет просить предоставить обвиняемому бесплатного государственного адвоката. адвоката сегодня Одна из компаний млада олигарха времен Януковича Сергея Курченко попала под спецконфискацию. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. В ходе расследований сделок с нефтепродуктами в пользу государства изъяли имущество на общую сумму более 100 миллионов гривен. Фирму Лагуна Рени на протяжении нескольких лет использовали для уклонения от уплаты налогов. Обстрелов на Донбассе стало меньше, но до полной тишины по-прежнему далеко. Сегодня боевики открывали огонь три раза. Из минометов и пулеметов обстреляли украинские позиции возле Павлополя. По Новгородскому били из гранатометов, а на Светлодарской дуге в ход пошли орудия запрещенных калибров. Там под ударами противника оказались защитники Луганского. Но среди наших военных обошлось без потерь. Контрольный снегопад. В последний день зимы замело и заморозило практически всю страну. Целую ночь спецслужбы чистили дороги, вытаскивали из сугробов автомобили. В западных областях ночью температура опустилась ниже 20 градусов. В Харькове снова прорвало теплоцентраль. Утром теплообеспечение возобновили через резервную ветку. А Одессу к вечеру засыпало настолько, что власти местные решили временно закрыть школы и детские сады. Такую же погоду синоптики обещают и завтра в первый день весны. И так называемый зверь с Востока атаковал Европу. Такое название получило антициклон из Сибири, который принес морозы, снегопады и сильнейшие ветры. Непогода уже унесла более двух десятков жизней. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Минус 20 и даже ниже Европа проснулась в морозных объятиях зверя с Востока. Это абсолютно нетипичная погода для этой части мира. На юге Франции в это время года обычно плюсовые температуры, а сейчас зеленые пальмовые ветви в снегу. Для многих европейцев такие виды за окном полная неожиданность. За всю свою жизнь я не помню такой погоды. Снег бывало падал, но чтобы так много и так сильно никогда. За последние дни жертвами холодов стали 24 человека, по большей части бездомные. В большинстве центральноевропейских стран каждый вечер проводят рейды и забирают людей с улицы на ночлег. А в Брюсселе, чтобы избежать дальнейших смертей, даже собираются арестовывать тех, кто отказывается ехать в приюты. Мы получаем очень много звонков от прохожих, которые видят людей, спящих на улицах. Ночевать под открытым небом и так непросто, а в такую погоду, когда температура падает до минус 15, просто нереально. По всей Европе отменяют рейсы самолетов и поездов, ограничивают движение автомобилей. Закрыты школы и детские сады. В Британии предупредили о перебоях в подаче электроэнергии и работе мобильной связи. Мы приняли решение отменить рейсы. Не хотим, чтобы наши пассажиры застряли в снегах и льдах неизвестно где, без средств спасения. Но решила, что открывать школу рискованно. Снегопады не прекращаются, дороги опасны. Я просто не захотела подвергать риску сотрудников и учеников. Обычно сильные ветры над Арктикой сдерживают холодный воздух, но неожиданно сибирские морозы все-таки прорвались в Европу. Такая погода продлится до конца недели. Для Великобритании эта неделя будет самой холодной за пять лет. А уже завтра на подмогу сибирскому антициклону придет шторм Эмма. Он принесет еще больше порывистого ветра и снега местами еще и с дождем, что еще больше усложнит ситуацию на дорогах. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Киевский университет имени Тараса Шевченко поднялся в мировом рейтинге лучших вузов мира. Очередной список опубликовала международная компания QS. КНУ имени Шевченко попадает в этот перечень четвертый раз. В этом году в него вошли еще несколько украинских университетов. Среди них Харьковский университет Каразина, Киевский политех, Сумской государственный и Донецкие национальные университеты. Лидеры мирового топа вузы США и Англии. Минздрав предупреждает студентам, да и вообще всей молодежи. Глава ведомства Ульяна Супрун рекомендует не подкатывать джинсы, ведь на улице лютуют морозы. Таким советом исполняющая обязанности министра здравоохранения поделилась на своей странице в соцсети. Супрун призвала забыть все модные предпочтения до весны и одеваться по погоде, а еще не носить металлические украшения. Но пока чиновник дает советы, как одеваться во время холодов, ответов на другие вопросы, например, о закупках дефицитных вакцин или проведения прозрачных тендеров до сих пор нет. И еще один поджог в Хмельницком среди ночи в спальном районе города вспыхнула машина Алима Мищука. Это член полицовета аграрной партии. Все подробности в материале. Тушить вот эту машину пришлось в половину пятого утра. Владелец авто уверяет, подожгли микроавтобус профессионально. Пламя погасили еще до приезда спасателей. Именно они и вызвали полицию. На вызов среагировали оперативно. Приехали несколько десятков правоохранителей. Это зависит от результатов экспертизы. Когда будет результат экспертизы, тогда можно про что-то говорить. Это уже не первое нападение на Алима Мищука. В прошлый раз его забор облили бычей кровью и подожгли комбайн с тракторами. Тогда нападавших не наказали. А сегодня Алим приехал в Киев, чтобы попросить лидера аграрной партии, членом которой он является, помочь в расследовании инцидента. Мищук предполагает, поджог может быть связан с его партийной деятельностью. Мы там мешаем в области також декому, потому что занимающие третьими местами вытягиваем голосы соответствующих. Сказать конкретно, кто это и как, на жаль, я не могу. В аграрной партии возмущены. Раньше на партийцев оказывали административное давление. А теперь в ход пошел откровенный криминал. Но лидер агрария Виталий Скосок уверяет, никакое давление не повлияет на полицилу. Мы стали настоящей альтернативой тем олигархическим проектам, которые наполняют Верховную Раду. Мы требуем объективного расследования данного инцидента, покарать виновных и не только тех, кто выполняет и замановников, а аграрная партия будет отстанавливать своих членов и интересы нашей партии в всех регионах нашей большой государства. Мы боремся, боремся, а сейчас будем бороться еще жестокее. Марина Григорян, Максим Чаблин, подробности телеканала Интер. Невежливые водители, холод в салоне и отваливающиеся двери. Так выглядят маршрутки практически во всех городах Украины, но несмотря на это, в очередной раз билеты подорожают в Харькове и Днепре. В Черкасах власти на это пока не соглашаются. Аргументы всех сторон выслушали мои коллеги. Вот так каждое утро жители Черкас ездят на работу. Людмила Мазур пропустила две маршрутки, но толкаться, говорит, видимо, все равно придется. Альтернативы нет, троллейбусы здесь не ходят. Да и состояние маршруток катастрофическое. Они постоянно ломаются, сервис ужасный. Несмотря на это, перевозчики уже месяц выбивают у мэрии разрешение повысить стоимость с 4 гривен до 5. Вчера в знак протеста они даже сняли автобусы с маршрутов и люди несколько часов мерзли на остановках. Сегодня с самого утра в мэрии совещание. Власти требуют улучшить качество обслуживания и ужесточить контроль. Но перевозчики хотят только одного повысить тарифы. Говорят, запчасти дорожают топливо тоже. Да еще город постоянно забывает компенсировать расходы на льготников. 17 категорий А людей не знают это никто не раховал. Чтобы в городе не наступил транспортный коллапс чиновники собираются вывезти на маршруты дополнительные троллейбусы. Подстрахуются и перевозчиками из других городов которые готовы возить пассажиров по 4 гривны. А вот в Харькове власти разрешили повысить проезд до 8 гривен за поездку. Произойдет это уже с завтрашнего дня. Очередной скачок стоимости топлива постоянное повышение минимальной заработной платы и критическая ситуация с водительским составом на самих предприятиях где водители в основном квалифицированные уехали работать в Европу. Аргументы перевозчиков такие же как и у черкасских. мы возим 28 катер бесплатно. Это надо оглянувши того, автобус идет полный и тому подобное но по большому счету там едет половина. Но сами водители маршруток уверены после подорожания больше их выручка не станет. Люди начнут ездить на троллейбусах хотя и там с 1 апреля билет будет уже стоить 4 гривны. Больше придется выкладывать и за проезд с жителем Днепра. Через 10 дней проезд уже будет стоить около 8 гривен. Станислав Кухарчук, Светлана Шекера, Елена Мендалюк. Подробности телеканал Интер. 4 украинца погибли в ДТП в Польше. Трагедия произошла накануне вечером на железнодорожном переезде вблизи города Аполе. Автомобиль в котором ехали граждане Украины протаранила электричка. Три женщины и мужчины погибли на месте. Пассажиры и машинист поезда не пострадали. В местной полиции сообщают, что переезд был хорошо освещен. Обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются. Трагическое столкновение произошло около 19 часов. Полиция опросила свидетелей и собрала улики на месте аварии. Пока о причинах говорить рано. Решением прокуратуры тела погибших отправили на утопсию. Следователи изучают доказательства и ждут результатов экспертизы. Министр культуры Словакии Марок Мадрич ушел в отставку из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучика. А в Германии обвиняют министра образования. Она нарушила Конституцию. Чем это чревато расскажет Татьяна Лагунова. Раскритиковал политических оппонентов, нарушил Конституцию. Конституционный суд Германии признал министра образования Йоханну Ванку виновной в нарушении основного закона страны за то, что она призвала к бойкоту одной из политических партий. Инцидент, который рассматривал Конституционный суд, произошел два года назад. Тогда, в разгар миграционного кризиса, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» звала немцев на митинги против Ангелы Меркель, требуя показать канцлеру, которая пустила в страну тысячи беженцев, красную карточку. Министр образования на сайте своего ведомства ответила на этот призыв. Дескать, красную карточку нужно показать ультраправым, которое радикализирует общество. Не имела права, постановил Конституционный суд. Представители государственной власти в политической борьбе должны соблюдать нейтралитет и не высказываться как в интересах, так и в ущерб каким-либо партиям. Своё решение судьи объяснили так, у министров, в отличие от других политиков, есть государственные ресурсы, и они не имеют права использовать их для влияния на настроение в обществе. Никаких политических последствий для министра образования это решение суда иметь не будет. Сейчас в Германии формируют новое правительство, и она уходит из Кабмина. Теряет должность, зато получает права критиковать кого захочет. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко, подробности немецкое, бюро телеканала Интер. Проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС обнародовала Европейская комиссия. Более 100 страниц представил главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барье. Теперь документ обсудят 27 стран ЕС, Европарламент, Лондон в этих переговорах участие принимать не будет. Все согласовали еще в декабре, заявил Барье. А вот премьер Тереза Мэй считает, что данное соглашение угрожает территориальной целостности Соединенного Королевства. Появление таможенной границы в Ирландском море, по ее мнению, подорвет общий рынок Британии. Почему Google запрещает американским пользователям покупать бургундское вино? Зачем тайваньцы сметают с прилавков туалетную бумагу? И кто стал символом летней Олимпиады в Токио? Обо всем этом прямо сейчас. Google перестал искать товары со словом оружие. В США при наборе английского слова gun сервис не выдает ни одной ссылки. Причем отказывается искать любой товар, в названии которого есть это сочетание букв. Например, диски группы Gun & Roses и даже бургундское вино. Но зато по запросу поиск выдает все необходимые детали для оружия. В компании пообещали исправить ошибку и добавили не меняли свою политику с 2012 года. Гнущиеся гаджеты такие можно будет купить уже через пять лет. Все благодаря графену, веществу, полученному в лаборатории. Оно крепче стали и тоньше бумаги, но не рвется при сгибании или растяжении. Кроме телефона ученые пытаются применить графен для кроссовок. Подушечки из такого материала на стельках помогут владельцам обуви правильно распределять давление на стопу при ходьбе. Корейский стартап показал искусственный интеллект, который распознает лица. Помогают ему в этом встроенные камеры и микрофоны. Рост пиба, так зовут робота, 40 сантиметров. Он может прочитать и рассказать о новостях из интернета или записать встречу в ежедневник. А возможность распознавать лица делает общение с роботом более персонализированным. В Тайване местные жители массово скупают туалетную бумагу. Всему виной слухи о повышении цены. Местные СМИ сообщили о проблемах с поставкой волокна, которые используют для изготовления туалетной бумаги. Тайваньский департамент защиты потребителей успокаивает слухи ложные. Персонажи из комиксов символы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Две фигурки в розовую и голубовато-белую клетку. Героев наделили сверхъестественными способностями. Из двух тысяч вариантов организаторы выбрали трех финалистов. А за победителя голосовали ученики 16 тысяч школ по всей Японии. В Нью-Йорке в местной оранжереи прошла ежегодная выставка живых цветов. Там зацвели более 7 тысяч растений. Сад создал бельгийский дизайнер. На цветовое решение и сочетание растений он потратил год. Любоваться цветением можно будет до 22 апреля. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова